Еще один вопрос. При каких n полный граф можно разбить на гамильтонные пути? То есть не циклы, а пути. Вот смотрите, здесь 4 точки. Один путь А, Б, Ц, Д, другой путь Б, Д, А, Ц. Значит, для 4-х можно. Посмотрим для 6-ти. Ну, один путь А, Б, Ц, Д, Е, Ф. Замечательно. Возникает теперь у нас граф, в котором на самом деле не так много ребра. Если порисовать, то довольно быстро можно сообразить. Ну, смотрите, в любом случае вот это ребро в другой какой-то путь должно войти. Давайте, например, так. Что это за путь? Б, Е, Ц, А, Ф, Д. Отлично. Теперь смотрим, какие остались. Остались либо С, Ф, 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 Э, Ф, Ф. Ф, 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 Ф. Ф, 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 Ф центный путь Б, C. Вот, замечательно, справились. На самом деле я готовился, я сначала нарисовал, я не сразу так придумал. Но давайте посмотрим в общем случае. Число сочетания из n кодов это n умножить на n-1 пополам. Каждый путь состоит из n-1 ребра. Когда мы делим число сочетания из n пополам на n-1, то n-1 сокращается и получается ответ n пополам. Значит, не случайно я взял четверку и шестерку. Ну, конечно, для двойки там понятно, потому что отрезок и все. n должно быть черным. И вот хорошее упражнение взять n равно 8 и попытаться нарисовать. С одной стороны всего-то 4 гамильтоновых пути. С другой стороны не так просто это сделать. Так вот, оказывается, надо пользоваться симметрией, а не рисовать вот такие в общем достаточно странные пути, как это у меня здесь изображено.